При встрече с великим человеком в делах, думаю о том, как с ним сравняться. А при встрече с великим боксером в ринге, думаю о том, как выжить. В конце 80-х на мировую арену тяжелого веса бокса, в его золотую эру с атлетичными монстрами, выходит брутальный убийца, который начинает нокаутировать всех. И делать это быстро, жестко и беспощадно. Приветствую вас мощно пузо и стрекозы. С вами Федорович, а в этом видео мы насладимся фатальными нокаутами легендарного Майка Тайсона. 11 июля 1985 года. Атлантик Сити. Соперник рослый Джон Олдерсон, который выходил на бой с тремя победами без поражений. Для 19-летнего Майка, для которого это был пятый бой, выдалась отличная возможность испытать свою тактику против высокого оппонента. Что он и сделал, используя в основном прямые удары на скачке, закончив бой во втором раунде. Майка Тайсона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А боксеры, умеющие отправлять в красивый нокаут, на самом деле должны благодарить оппонента за плохую защиту. 9 октября 1985 года. Нью-Джерси. Соперник самоуверенный Донни Лонг. Уверенность которого растворилась на 30-й секунде с первым же хуком от железяки. А на второй минуте и вовсе легла отдохнуть. 13 ноября 1985 года. Хьюстон. Соперник высоченный Эдди Ричардсон, у которого за плечами 10 побед и лишь одно поражение. Но Майк, как локомотив, набравший скорость, имел уже 12 побед и все досрочные. Поэтому на Эдди смотрел как бизон на ромашку, размышляя как бы побыстрее с ней разделаться. Майк, как локомотив. Люди в древности не любили говорить, так как считали позором, когда дела не поспевают за словами. Так же было и в боксе. До боя все молчали, в ринге показывали дело, а после боя подтверждали словами. 24 января 1986 года. В Атлантик-Сити железный Майк брутально и молниеносно за 2 минуты разделался с Майком Джеймсом. Майк-Сити железный Майк брутально и молниеносно. 13 июня 1986 года в Мэдисон Сквер Гарден. Соперник мощный и очень непростой Эдди Гросс, который не стал делать ошибки всех предыдущих оппонентов Майка и выбрал тактику мотылька, порхающего вокруг носорога. Имея вес более двух тонн, слепота носорога не его проблемы, как и мощные удары Тайсона, проблемы не его, а бегающих вокруг соперников. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тайсона Бывает, что все происходит случайно, в общем, как и планировалось. А в боях это бывает гораздо чаще, чем кажется. Оба бойца планируют отправить друг друга в нокаут, а случайно это удается только одному. Правда, в боях с Тайсоном почему-то этот один всегда он. 17 августа 1986 года Нью-Джерси соперник Хосе Рибальта с рекордом в 22 победы и лишь двумя поражениями, который не побоялся и дал железному бой, продержавшись почти все 10 раундов. До судейского решения ему не хватило полторы минуты. 16 ноября 1987 года Атлантик Сити. Тайсон должен был защитить три своих чемпионских пояса от мощных кулаков Тайрелла Бикса, который выходил в ринг непобежденным претендентом, имея 15 побед за плечами. Но уйти с ринга победителем может только один, а Тайсон это право не отдавал пока что никому. 7 раундов за Рубы увенчались красивым нокаутом. Субтитры сделал DimaTorzok Хороший человек помогает людям увидеть лучшее в себе, а плохой всегда указывает на их недостатки. Так же и в боях, только наоборот. Сильный указывает нам на недостатки и делает нас лучше, а слабый заставляет деградировать. Бой 27 июня 1988 года в Атлантик Сити свел между собой лучших, которые могли поработать над своими слабостями и стать еще лучше. Майк Тайсон имел 35 побед без поражений, а его не менее грозный соперник Майкл Спинкс имел 31 победу без поражений. Это должен был быть мощный и бескомпромиссный бой. Но получился славный нокаут уже в середине первого раунда. 19 августа 1995 года Лас-Вегас. Серьезный соперник в лице Питера Макнили с рекордом в 36 побед и лишь одним поражением. На момент боя Тайсон тоже приписал себе одну красную полоску в рекорд от Дугласа. Так что поражений у соперников было пором. Чего не скажешь про мощь удара, которой у Майка было гораздо больше. Что почувствовал Макнили уже на второй минуте боя. 16 марта 1996 года в Лас-Вегасе Майк встретился со своим старым знакомым, очень атлетичным Фрэнком Бруно, которого 7 лет назад отправил в нокаут. Но сейчас Фрэнк был уже матерым бойцом, имея 40 побед за плечами и явно хотел мести. Но человек предполагает, а Тайсон решает, кто будет лежать в больничке, а кто поедет домой на новой тачке с девочками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Курсы также по ссылкам в описании. И обязательно подпишитесь на телеграм-группу Движуха с Федоровичем также по ссылкам в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok